Здравствуйте! Итоги дня подведем вместе. О главном к этому часу расскажут мои коллеги и я, Ольга Штополь. Вот основные темы. Плюс 200 миллионов в крае выросли инвестиции в развитие отрасли хранения и переработки зерна. Зерна переработка должна быть адаптивна к условиям современного рынка. Вода есть и в то же время воды нет. С долгом также. Почему жители поселка Новый в Первомайском районе живут без воды? Даже бывало, до недели доходило, что мы без воды сидели. В последний раз в пятницу отключали. Утром. Первый вылет после долгого лечения сегодня в Барнауле. На волю выпустили коршунов. Как это было, смотрите в выпуске. Прямо сейчас коршун, который проходил лечение в неволе, отправится на свободу. Инвестиции в развитие отрасли хранения и переработки зерна выросли почти на 200 миллионов рублей. Они составляют 790 миллионов. Средства направлены на увеличение мощности сельхозпредприятий, модернизацию технологий и расширение ассортимента. Сегодня об этом говорили на заседании правительства Алтайского края. Зернопереработка должна быть адаптивна к условиям современного рынка. Иными словами, не просто перерабатывать, а производить те виды продукции, те ассортиментные линейки, которые сегодня востребованы в стране и на международных рынках. Вот на это должны быть ориентированы инвестиции. Одна из тем, которую обсудили на заседании – работа зерносушильного оборудования. В этом году предприятия должны быть готовы к поступлению больших партий влажного зерна. А вот элеваторы, расположенные на территории края, к новому сезону уже готовы. Сейчас они могут принять более 2 миллионов тонн зерна этой мощности. По словам аграриев, достаточно. Возможности наших элеваторов таковы, что они позволяют быть аккредитованными для хранения государственного резерва. Они могут использоваться для хранения зерна Государственного инвестиционного фонда. Что мы активно и делаем. У нас 17 предприятий сегодня хранит зерно Государственного инвестиционного фонда. Порядка где-то 217 тысяч тонн. И продолжая тему, в крае идет кормозаготовительная кампания. По последним данным, запас грубых и сочных кормов оценивается более чем в 1 миллион 330 тысяч тонн. Об этом сообщает региональный Минсельхоз. В регионе определили и лидеров по заготовке сена. С большим отрывом на первом месте находится хозяйство Алтайского района. Более 20 тысяч тонн. На втором месте группа районов. Бийский, Благовещенский и Рубцовский по 11 тысяч тонн. Замыкает тройку с чуть более низкими показателями Петропавловский. И к другим темам. Пример для несения службы сегодня в краевой столице прошел развод караула войсковых нарядов Росгвардии. Развод караула Росгвардии прошел на площади Свободы. В нем приняли участие личные составы вне ведомственной охраны и ОМОН СОБР. Для подразделений гвардии провели инструктаж и довели положительные примеры службы. В этом году сотрудники вне ведомственной охраны раскрыли 440 преступлений. Из них 395 совершены в общественных местах и на улицах Алтайского края. Наиболее сложная обстановка, как отметили сотрудники Росгвардии в Барнауле, здесь зарегистрировано больше 3000 уличных преступлений. Во время развода караула за примерную службу в рядах Росгвардии наградили и поощрили специальными званиями. Одним экипажем, возглавляемым отделом дневственной охраны по городу Барнаулу, прапорщиком Тугасеровым, было задержано двое преступников, один из которых пытался распространять наркотические средства растительного происхождения, второй совершил открытое хищение личного имущества с использованием оружия. Отмечу такой инструктаж. Для сотрудников Росгвардии в краевой столице проводят раз в квартал. Такие мероприятия настраивают личные составы и войсковые наряды на добросовестную службу и пресечение преступлений. Без воды сутки, трое и больше жителей поселка Новый в Первомайском районе могут только гадать, когда произойдет очередное отключение. Воду перекрывают с мая этого года. Причем, по словам жителей, часто даже не предупреждая об этом ситуации, разбиралась моя коллега Олеся Роженцова. Сегодня Олеся Сверидова может полить свой огород. Повезло, вода есть. Но так бывает не всегда. О стабильном поливе можно только мечтать. Воду в поселке Новый периодически отключают с мая. Сначала в мае предупреждали, как бы пытались изначально, а в последнее время просто отключают и все. Даже бывало, до недели доходило, что мы без воды сидели. В последний раз в пятницу отключали. Утром мы дали только в субботу на следующий день, где-то вечером уже. Мы звоним 02, мы вызываем участкового, мы обращаемся в прокуратуру. Но на сегодняшний день ответов официальных от всех учреждений у нас нет. Жителям поселка приходится покупать воду. Жаловались и в местные ТСЖ, и властям. Один раз отреагировали. В особо жаркий день подвезли техническую воду на пожарной машине. В местном ТСЖ «Славное» говорят об огромных долгах. Якобы жители сами виноваты. Они не платят. И поэтому ТСЖ не может рассчитаться с поставщиком воды – компанией «Востокбурвод». Но в прошлом году мы могли перекрыть за счет других средств, потому что зима не такая сложная была. В этом году у нас очень много денег ушло на чистку дорог в зимнее время. И поэтому пока свободных средств, чтобы переправить их на покрытие долгозавода, у нас нет. А как-то разговариваете с должниками? Да, мы работаем с юристом. То есть юрист составил досудебные претензии, разослал. И если ТСЖ жалуется на жителей поселка Новый, то на само ТСЖ жалуется поставщик воды. Долг ТСЖ «Славное» перед «Востокбурвод» – 270 тысяч. И пока эти деньги не поступят на счет, вряд ли в поселке будет стабильное водоснабжение. Представители «Востокбурвод» говорят – оборудование постоянно ломается. К примеру, сейчас в «Новом» необходимо заменить насос. Только на это уйдет 90 тысяч. Собственно, из-за их незадолженности у нас нет возможности заменить оборудование. Выставили мы претензии, будем решать это судебно порядке все. Как бы так, по-другому не получается. За комментарием мы обратились в администрацию Первомайского района. Там о проблеме знают и видят один выход из этой ситуации. Понудить руководство ТСЖ рассчитаться за потребленный ресурс в виде воды. По-другому проблему не решить. Жители в ТСЖ худо или бедно платят. Ну, может быть, не 100%, не все. Но какая-то часть денег в ТСЖ поступает. Пока этот сюжет готовился к выходу в эфир, ТСЖ все-таки перечислила часть денег на счет поставщика воды. Но это всего 50 тысяч. И вряд ли этих средств хватит, чтобы вода поступала в дома жителей Нового каждый день. Олеся Роженцова, Роман Хайрулин, Антон Червяков. Новости. И еще одна проблема, с которой сейчас разбираются в Первомайском районе. В случае пожара звонить некуда. В поселке Сибирске вот уже несколько лет нет ни пожарной машины, ни уж тем более пожарной станции. Это только одна из претензий. По мнению местных жителей, всему виной действия руководства сельсовета. Чтобы получить ответ, они пригласили руководство для открытого обсуждения наболевших вопросов. Правда, диалога не получилось. Общение получилось на повышенных тонах. Плохо работает канализационная система. А в квитанциях за холодную воду значится еще и горячая. Почему? Главный вопрос, который звучал на встрече руководства сельсовета поселка Сибирский с гражданами. На сегодняшний день мы хотели бы услышать, на каком основании у нас за горячую воду в воде. Вот это мой первый вопрос. Подождите, ответите мне просто. Обсуждали и другие проблемы. Так, в поселке сегодня нет пожарной станции. А пожарная машина, как прозвучало на собрании, якобы сейчас находится на штрафстоянке в ГИБДД. Да и состояние техники далеко от идеального. Когда ты машину эту предлагал взять, я тебе сказала, зачем нам эта машина? А ты сказал, аккумулятора на ней нет, она новая. Нет, что так? Внятных ответов от главы сельсовета Олега Баронина так и не прозвучало. Не стал он комментировать происходящее и съемочной группе. Итог встречи один. И сельчане, и местный глава вышли из зала собрания в одни двери и отправились по своим делам разными дорогами, так и не сумев понять друг друга. Евгения Князева, Сергей Сидых. Новости. И я добавлю, наш телеканал связался с главой Первомайского района Алексеем Рубцовым, чтобы он прояснил ситуацию, сложившуюся в поселке Сибирске. И вот, что он нам рассказал. Эта встреча была третья. Вопросы, которые на ней были озвучены, они являются контрольными для нас. По всем вопросам мы руку на культе держим, на контроле и по ним работаем. Продолжаем. Научит ли Мария Ивановна управлять финансами? Сегодня оценку учителям ставили сами школьники. Для педагогов они провели чемпионат в рамках конференции повышения финансовой грамотности детей и молодежи. Педагогам, специалистам комитетов по образованию школьники задавали несколько вопросов. Например, нужно ли давать детям карманные деньги за 4 минуты. Одна группа доказала, что без средств ребенок никак не сможет обойтись. А другая доказала обратное. Обычно такие чемпионаты проводятся среди школьников. Но, по словам организаторов, такой перевернутый формат игры они придумали неспроста. Чтобы взрослые поняли значимость вот этой формы проведения, поняли, насколько это важно для детей, знание по финансовой грамотности, вот эта культура грамотного финансового поведения. Вопросы будут те же самые, которые проигрывали дети. И позиции будут те же самые, но аргументы, если сравнивать, будут другие. То ли аргументы у взрослого человека, у них позиции совсем другие. То ли у детей. И это тоже очень интересно. Театр кукол «Сказка» готовится к открытию сезона уже 54-го по счету. Новые спектакли и проекты «Сезон» обещают быть насыщенным. Его откроют 6 сентября на временной площадке бывшего кинотеатра «Родина» юмористическим детским спектаклем «Денискины рассказы». С 21 по 28 сентября Алтайский театр «Кукол» отправляется в Омск на 5-й международный театральный фестиваль в гостях у «Орликина», где он представит спектакль «Спящая красавица». Кроме того, с 14 августа в театре начали репетицию новой постановки «Черная курица или подземные жители». Над премьерой работают режиссер из Санкт-Петербурга Павел Овсянников и московский художник Ирина Хмарук. Это считается первое литературное произведение для детей. Она написана в начале 19 века. Очень хорошая литература, хороший язык. Интересная история, непохожая на многие. Наш спектакль спокойный, наш спектакль вдумчивый. Первый полет после выздоровления Коршуна, в который буквально поставили на крыло после травмы в Центре помощи диких животных, но и в Ковчег, сегодня, наконец, выпустили на волю. Затем, как птицы совершали полет, наблюдала Анастасия Борисова. Прямо сейчас Коршун, который проходил лечение в неволе, отправится на свободу. Ну что, в добрый путь? В добрый путь! Всего на волю хотели отпустить четыре Коршуна, но, увы, как выяснилось, не все четыре птицы готовы к самостоятельной жизни на воле. Этого Коршуна месяц назад сбили на дороге. У него оторвало часть хвоста и были множественные ушибы. А здесь у него уже никогда не вырастут перья. По вольеру он летал свободно, а вот на волю выпорхнуть, увы, не смог. Тут естественный отбор, как бы, и все очень серьезно и жестоко даже с одной стороны. Ну все, не бойся. Опять на казенные харчи. И вот теперь птица возвращается обратно в клетку на страусинное ранчо. Здесь обитают не только птицы, готовые к отлету, но и те, кому не помог курс реабилитации. Например, эта сова поселилась здесь навсегда. Два года назад ее сбил поезд. Она получила черепно-мозговую травму и потеряла часть крыла. А этот лосенок живет на ранчо уже третий месяц. Его неравнодушные горожане нашли на трассе в истощенном состоянии. Травмы в основном случаются из-за халатности людей. Бывает, что на трассе сбивают сов, коршунов сбивают. Бывают огнестрельные травмы. То есть, ну, стреляют люди, как добычу себе не забирают. И просто они остаются в полях. Люди их находят, они на трассу выходят, люди их забирают, привозят в клинику. И подобная клиника единственная в нашем городе. Но и в Ковчег специализируются на лечении диких зверей и птиц. Ветеринары это делают на добровольной основе. За полгода существования организации они спасли 25 жизней диких животных. В том числе ежей, мелких птиц, полевых и даже летучих мышей. Идея давно уже была, но все не получалось. Люди подсказали, давайте открывайте, потому что диких зверей и птиц несут в очень большом количестве. И как-то, чтобы это было все официально, все легально, решили открыть организацию, чтобы помогать братьям нашим меньшим. К сожалению, некоторые из них на воле не доживают и до пяти лет. Естественный отбор предъявляет свои условия, серьезные и жестокие. Чтобы не получилось так, как с этим коршуном, который оказался не готов к жизни в дикой природе, нельзя оставлять без внимания раненых зверей и птиц, обнаруженных на дороге. Нужно незамедлительно вести животное в спасительный Ноев Ковчег. Конец эпохи, такими словами телезрители по всей стране называют уход Андрея Малахова из программы «Пусть говорят». За 12 лет вещания в передаче обсуждали и решали множество острых проблем. Героями программ неоднократно становились и жители Алтайского края. Как изменилась их жизнь после появления на главном экране страны, расскажет Вадим Слюсарев. Москва, только что «Пусть говорят», в этой студии мы обсуждаем невыдуманную историю, которая невозможно молчать. Конфликт двух семей, перестрелка с чемпионом по боксу, девушка, которая научилась жить без рук. И это не все истории, которые жители Алтайского края рассказали на всю страну с экрана федерального телеканала. Первая передача с участием наших земляков вышла в 2008 году. Это история о трагической и загадочной смерти алтайского хоккеиста Алексея Черепанова. Она вызвала большой резонанс в обществе. Однако чаще всего герои из Алтайского края фигурировали в «Пусть говорят» со скандальными и криминальными историями. Далее в нашей программе перестрелка в Алтайском крае, в которой замешан звезда бокса Макир Пашаев. Вооруженный конфликт. В этой программе обсуждали, почему в мирной жизни люди для разрешения спора все чаще хватаются за пистолет. Пять лет назад, средь бела дня на детской площадке, алтайский боксер несколько раз выстрелил мужчине в лицо из пневматического пистолета. В ходе бурного обсуждения спикеры программы «Пусть говорят» пришли к единому мнению, что конфликты лучше решать на словах, нежели сводить споры к перестрелке. Для сегодня все. Берегите себя и свои блески. В редких случаях программа приносила пользу жителям Алтая. Скорее наоборот, чаще выставляла в дурном свете. Что вполне объяснимо. Выпуски уже этого 2017 года под названием «Позор нашей семье» рассказали историю о конфликте за опекунство ребенка. Ирина Шубина заботилась о трехлетней племяннице, мать которой хотели лишить родительских прав. Виной тому регулярные пьянки биологической матери. В конце программы ведущий сделал вывод, что в этом конфликте не права сама Ирина, для которой эфир на федеральном канале просто выгоден. А Ира вообще молчала здесь эфиром. Ей удобно было степить всех между собой, а самой выйти здесь чистенькой, такой, пушистой, что она такая, знаешь, святая мать Тереза. Извините, Ира. Это было самое хитрое ваше поведение, которое вы могли здесь сыграть. Это еще не все истории, которые рассказал в эфире Андрей Малахов со своей командой. А вот последний выпуск, 14 августа, вышел в эфир без любимого многими ведущего. Его уже вел Дмитрий Борисов. Программа была посвящена работе Малахова на ток-шоу. Сейчас же известно, что он будет вещать на второй кнопке. Появятся ли в новых выпусках жители Алтая, узнаем позже. Вадим Слюсарев, новости. К этому часу у меня все больше новостей на нашем сайте. Катунь24.ру. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.